Здарова, котины! И позвольте вас перед погружением в данный ролик познакомить со спонсором данного видео Игровым стратегическим каналом, посвященным всеми вами любимыми играми от пароходов Упор сейчас делается на Викторио 3 и на Хой 4 При том вы сможете не только посмотреть на просто контент игровой, а также еще и обучиться данным играм Так как автор данного канала является ветераном, наигравшим по несколько тысяч часов в каждой из них И во время своих прохождений он старается показывать и использовать интересные механики Дабы лучше для вас раскрыть возможности той или иной игры Плюсом к этому у него нередко проходят стримы Например, недавно были стримы по Хой 3, где он вспоминал классику А периодически бывают стримы и по другим играм Вроде Маунтан Блейда, Стар Варс, Кербала В общем, это такое вспоминание детства Но что я тут вам рассказываю? Заглядывайте сами по ссылке в описании на канал и зацените его творчество Если оно вам понравится, то обязательно подписывайтесь и поддерживайте автора Большой привет всем зрителям! С вами Ктархонт, это Hearts of Iron 4 и партия за Германию с целью создать Священную Римскую Империю Но не ту обычную, которую я уже делал Вы можете посмотреть ролик про это событие Где у нас там великая Кейзерина приходит к власти А с модом на, как бы это ни было странно, Чехословакию Где немцам добавили путь другой, немножко Римской Империи Вы как раз под прошлым роликом за Чехословакию писали Давай зацени этот путь, посмотрим вместе, что, как, чему здесь И сильно ли он отличается от того пути Священной Римской Империи Который есть просто в оригинале Ну что ж, давайте заценим Вот это вот все древо фокусов Это новые фокусы, которые нам будут доступны Ну а путь, как до сюда добраться Схож с стандартом Идти в оппозицию Гитлера Начинать гражданку, победить ее И после этого уже пойти сюда, имея 35% или выше поддержки нейтралов Тут таких сложностей с этим нет А здесь нам требуется именно добрать 35% Притом здесь опять же ивент будет с тем, что мы требуем выдать Вильгельма II И может быть здесь тоже получится Кайзерину получить Проверим, пока не знаю Ну а так ссылку на ролик, где я делал Священную Римскую Империю с Кайзериной Вы найдете в описании Ну и также ряд роликов я там вам прикреплю Где я делал ачивку за немцев Ачивку с пивом за немцев Мало ли кто-то вдруг не видел Ну а сейчас стартуем Идем к битве против Гитлера Победим в этой гражданочке И потом заценим новый путь А всем вам я желаю приятного просмотра Саживайтесь поудобнее Накладывайте покушать Так что еще и приятного аппетита кому-то И наслаждайтесь роликом Погнали строить еще одну Священную Римскую Империю Начинается гражданка 11 марта 36 года Погнали По поводу советов по ней Самое простое, что я могу посоветовать Прорвать вот здесь вот Разделить на два лагеря И потом уничтожить сначала юг, потом север В целом расклад будет примерно равный Но у вас чуть-чуть побольше дивизии И побольше шансов Можно сделать еще веселее Напасть, например, перед гражданкой на Польшу Ту же самую Или еще на кого-то И в итоге против немцев Будет воевать и вы, и Польша А при победе все равно Все перейдет вам Но это поднимает напрягу Но если вдруг вам надо облегчить эту ситуацию То можете это сделать так Он хоть и сопротивляется Пытается нас остановить Но шансов у него особых нет Мы сейчас прикроем часть его войск здесь А на севере Пускай пока поброняется Я делаю это на автоплане Можно вручную добиться еще лучших результатов Все В июле 1936 года Мы побеждаем Сейчас как раз закончится фокус на индустрию И мы можем двинуться дальше Взяв бонус на стабильность и напалить власть И дальше, да, надо добиваться 35% поддержки нейтралов Единственный минус У нас нет советника на нейтралитет доступного Поэтому придет, скорее всего, уменьшая фашизм И действуя также вот здесь вот Получать поддержку нужной партии Февраль 1937 года Я специально распустил армию Чтоб нам Нидерланды, скорее всего, отказали Мы создаем свой альянс И... Что поделать? Они отказываются Мы, естественно, войну не пойдем Мы такие Ладно Старого кайзера нет Будет молоденький И да Здесь мы теперь можем сменить право наследования за стополитическую власть И у нас кайзерина потом придет к власти По дальнейшему направлению Нам теперь надо накопить либо 400 тысяч либо быть в альянсе с венгрей чтоб там гамсбурге были при этом либо же чехословакии тоже были гамсбурге это рандом не факт что это будет поэтому самое простое что мы можем сделать это сейчас набрать себе армию благо это не такая уж и большая проблема будем раньше времени их просто выпускать и достаточно быстро накопим нужную армию ну а пока продолжим развивать промышленность его она нам все равно понадобится после решения за 100 политической власть у нас есть следующее где мы за 150 политической власти сможем разрешить женщинам садиться на стол сможем разрешить женщинам садиться на престол немного жалко конечно тратить политку но что поделать у нас есть запасы и мы можем себе это позволить с промышленностью я разобрался получил дополнительные фабрики ну и теперь давайте пойдем с вами давить на австрию и приглашать ее к себе станут они нашей частью или нет скоро узнаем ну а тогда нам опять же дают корки на все земли австрия и ей просто выскакивает ивент диана может согласиться может нет но давайте делайте ставки согласиться австрия или нет я даже армию на всякий случай подвел ну мало ли что да соглашается и мы получаем сами стабильность поддержку войны и политвласть при том никакой агрессивной напряги то есть я по пути гитлера тут аншлюса 10 мировой напряги то здесь все спокойно австрия наши без всякой мировой напряги и земли национальные ну а следом мы будем развивать австрийские территории получим здесь инфраструктуру и возможность для строительства то есть пустые слоты после этого уже нам откроется вот эта вот вся основная подветка где будет и развитие армии и расширение наших территорий давайте поскорее дойдем и заценим пока решение только вот этого доступно мы пока еще не святая империя получаем много трат в фабрик поддержку нейтралитета меньше политки но и зато военную поддержку притом красивый модификатор этого фокуса смотри поломанный крест своеобразный дебафает конечно экономику очень сильно но ничего не поделаешь и следующий фокус у нас только возможность да надавить на чехословакию вопрос что она ответит потому что не гарантия от франции и румынии и если не согласятся то будет не очень классная война но давайте посмотрим какой нас ответ будет ждать а я вам чуть неправильно сказал нам вся вот эта подветка недоступна то есть это правая подветка чисто по мемелю идет и это своеобразный мирный путь объединения где мы просто будем звать всех к себе в альянс на кого-то надавливать а здесь у нас альтернативный поезд то есть да здесь у нас два направления один вот здесь вот как мы вышли а другое при условии что либо венгрии либо чехословакия пойдут по нужному пути но чтобы скорее всего сюда выйти надо при старте выставить в настройках чтобы обязательно страны сюда пошли иначе это дикие рандомы вам может повезти может нет поэтому правая ветка доступна чисто при условии что вы подготовить все это доступно вам всегда независимо от того что будет твориться в мире поэтому если эта ветка будет интересной то может быть будущем сыграем и по альтернативному пути он тоже выглядит интересным и тут можно также неплохо поразвиваться но нам остается немножко армия у чехословакии разместил на границе с францией тоже на всякий случай если что мы готовы сражаться надавили ну и давайте ждем ответа о смотрите-ка согласились чехословакия соглашается стапка палит власть и мы полностью получаем богемию под свой контроль не хило так то есть мы не просто суде это забрали мы сразу же всю эту территорию чехи она правда пока для нас не национальная но это не проблема мы можем пока продвинуться сюда улучшить себе модификаторы от священной римской империи получить одну ячейку исследований и вопрос что здесь мы можем разбираться с беспорядками как я понимаю у которых пока нет но скоро могут появиться получается нам надо дождаться беспорядков потом с ними разобраться и только после этого сможем интегрировать эти земли то есть несколько этапов нам придется разбираться с беспорядками ничего страшного на халяву земли получили при том кстати без особой мировой напряги почему бы и не порадоваться этому хорошему делу да вот начинаются у нас беспорядки недовольство ничего с этим не поделаешь придется выживать благо это не проблема можем с ними разобраться но времени на это уйдет немало 84 дня здесь потом здесь еще 84 дня при условии что у нас будет подчинение выше 10 и только потом сможем окончательную интеграцию привести то есть несмотря на то что мы земли получили быстро беспорядки огромные при том посмотрите как сильно они влияют на выпуск с фабрик на строительство просто на сами фабрики на политическую власть то есть полные дебафы на все у нас сейчас по стройкам здесь получается 46 фабрик съедается жирно при том нет никаких бонусов на застройку но хоть одна новость мы становимся священной римской империи дальше мы конечно можем своеобразный выбор императора сделать и бонусы получить но давайте перед этим все-таки разберемся с беспорядками ивент восстановление священной римской империи если не ошибаюсь то это из медивола второго картинка хотя могу и ошибаться наш великий кайзер да здравствует пока это все вильгельм 3 но может быть на кого-нибудь нам его заменят а в этой реальность у нас британцы очень агрессивны уже черчилля подставили у руля и они прям в агрессию активно идут все свои руки взяли и это опасно они могут пойти в бенелюкс на францию влиять а у нас сами тут тоже есть фокусы на влияние бенелюкс надеюсь мы сможем с этим разобраться и мобилизация чехословакия вау интересно к чему они готовятся уже все земли отдали и такие надо теперь мобилизацию провести сохраним словакию за собой не отдадим но пускай поверят в успех а подождите-ка прогресс восстания то есть если мы не успеем разобраться хотя бы с одним этапом то они станут свободные получат контроль еще и бонусы против нас в атаку и защиту на 25 на 35 процентов вот как это сделано то есть это опасно затягивать но мы сейчас первым этапом разбираемся и я надеюсь нам дадут здесь время или еще что-нибудь хотя подождите даже если мы сейчас разбираемся с первым вариантом нам потом на следующий фокус надо 84 дня но мы его пока не можем взять у нас с вами не хватает совсем чуть-чуть подчинения еще чуть-чуть один процентик то есть придется посидеть подождать после этого сможем взять следующий вариант и только после этого у нас уберут беспорядки скорее всего вот в чем дело а вот как здесь сделано то есть тебе нельзя откладывать этот момент и обязательно должен заняться иначе чехословакия пойдет к тебе гостей будет очень больно ладно давай сейчас подождем здесь не так уж и долго осталось хорошо что я все-таки сменил уровень чтобы у нас побыстрее росло сильно времени много не потеряем давайте уже сейчас начинаем как раз 74 дня успеваем этот уровень и скорее всего даже успеем потом финальный полностью разобравшись беспорядками кстати в этой реальности советы посмотрите к уже в августе 38 от ели от польши земли а вот так вот тоже бывает и такое веселье видимо если даже мы и пойдем на польшу то там нам особо ничего не светит запускаем финальный фокус 70 дней остается еще 105 и вау британцы пошли на италию у них еще и цели на нас есть прекрасная новость мне даже немножко жалко муссолини которые явно к такому был не готов и самое печальное что если британцы могут высадиться они смогут то у них появится здесь вассал а нам италия явно нужна в будущем чтобы часть земель от нее получить вот здесь вот так как раз захват италия британцы нам немного подпортит путь но ничего не поделаешь тем веселее в декабре 38 полная нексация богемия произошла никаких дебафов тебе за исключением того что мы еще не священная римская империя ну и давайте наконец-таки есть станем правда даже после становления ей у нас равно еще дебафы будут отнимать и какое-то время придется пострадать но нам наконец-то откроет возможность продвижения на захват новых территорий да но постепенно по правой веточке будем все больше и больше становиться священной римской империи но для этого надо захватывать новые территории продвигаться в европе надеюсь мы сможем это реализовать кстати кажется с восстанием чехословакии ничего не поделаешь потому что оно не закончилось несмотря на то что мы интегрировали все эти земли это решение осталось и нам видимо придется чехословакии бороться а вот это интересно звучит очень даже интересно я думал это уберется но нет то есть при любом раскладе чехословакия поднимет восстание то есть видимо та ее мобилизации была как раз на это направлено это очень рискованно потому что она может тогда влететь британцам союз но в общем посмотрим пока выглядит все плохо и скорее всего будет битва давайте к ней готовиться дожидаемся остается два дня 1 0 и до восстания вообще прекрасно ладно хоть клайма у нас не удалились но мы теперь воюем против чехословакии которые кстати даровали войска сколько 48 тире 115 офигеть вот это армия у чехословакии а вы чё мне прикажете делает и против такой армии жесть ей там надавали больше войск даже чем у меня вот это я понимаю чехословакии имба ладно давайте свои войска на фронт при том у них еще шаблоны хорошие и у них еще бонусы 25 и 35 до января 40 ух то есть целый год я скорее всего даже не смогу в них пробиться да грустно что я никак не мог с этими беспорядками разобраться в итоге да теперь надо как-то победить как никто не знает ну давайте посмотрим ух тут прям на всем фронте ужас германия вновь воюет ну как сказать вновь и воюет это на нас напали если что они я напал я тут просто защищаюсь надеюсь нам удастся хотя бы оборону сдержать потому что войск реально надавали очень много здесь еще и судета тебе седьмого уровня который я не разрушил не думал что это понадобится в итоге теперь попробуй пробейся ух весело но ладно пока живем самое неприятное конечно что у меня промку отжали которая была и теперь как бы производство страдает спасибо но мы хотя бы восстановили священную римскую империю давайте святую армию тоже возьмем авиацию немного задействовал сейчас попробуем проатаковать хотя честно говоря с такими дебаффами да и через укрепа я сомневаюсь что что-нибудь да выйдет хотя вроде как и такую но не это бессмысленно не 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 давайте не будем рисковать так и предложение перенести столицу кстати да ладно мы австрийская империя австрийская я бы вену перенес но вены дороги слабые поэтому оставим там где есть мы новая священная римская империя поэтому останемся с вами в бренденбурге в мае 39 мы с вами наконец-таки получили все возможные бонусы организация дивизии скорость планирования удешевление доктрин на 10 процентов мы великих крестоноса здесь тоже бонус есть и теперь мы можем с вами пойти и давить на бене люкс правда это поднимает напрягу до 30 процентов но вроде как они демократы не должны вступаться в один альянс понадеемся что это так и есть а так дебаффы точнее бонусы у них еще до января 40 поэтому я пока жду с такими извини меня плюшками сейчас воевать я не хочу так еще и в укрепы пускай они продевают свою промку я не против у них если что есть древо вот здесь вот справа где они застраивают промкой как раз свои центральные регионы так что нам это только в плюс мы просто сидим спокойно ждем никуда не торопимся но давайте немножко поразвлекаемся я думаю время пришло здесь как раз есть слабенькие участочки хотя вот армия у подожди не участки конечно слабые но войска некоторые у чехословаке мое почтение их еще попробуй продави хотя местами вот здесь вот например чисто пехота поэтому давай мы сможем ее продавить отлично то есть именно давали войска да но не все эти войска классные поэтому хотя бы участками мы сможем сами давить а это значит что все хорошо потихонечку сейчас продвинемся и ручками здесь дойдем до победных территорий прекрасная новость давайте сразу вовнутрь будем мешать их снабжению это явно то чего они не хотели но то что они получат в итоге полное страдание по всему фронту давайте в атаку посмотрите сколько он войска здесь разместил ох какой уверенный в себе прагу мы взяли теперь они здесь вообще без нормального снабжения вопрос по капитуляции но тут еще долго долго не поспоришь но ничего мы с вами с этим разберемся падение праги часы бурно заберем и несмотря на то что он по границам стоит обороняется мы все равно вовнутрь то заходим заходим а значит час его капитуляции здесь подведем посмотрите на эту красоту жесть я думаю это не то чего хотела чехословакия не то чего планировали вообще здесь делать сейчас закрываем их армию давай смотри сюда бамс все армия закрыта единственное чего нам надо сейчас дождаться чтобы наши войска успели прибыть и он за это время здесь не вышел из котла всем теперь можно не переживать это наша победа 5 процентов кстати до конца будет держаться вот это рискованно но ничего не поделаешь у него тут бонусы до конца держимся и держись я чё тебе скажу я против что нет если можешь держаться то держись а захват бенилюкса получили это просто цели на захват нидер а подожди еще нидерландов то есть мы только сюда отправляем предложение нидерланды именно должны забрать них могут час гарантию кинуть они очень этого хочу поэтому давайте-ка объявим войну у меня здесь есть свободные войска которые я могу отправить и сейчас начать продвижение не очень удобно конечно ну да ладно так бельгия а бельгия объявляет нам тоже войну 1 и люксенбург тоже войну объявляет они люкс согласился так немножко не то чего я хотел но да ладно люкс за нас бельгия с нидерландами против поэтому нам сейчас придется здесь немножко повоевать но ничего не такая уж и большая проблема отделяемся с армию и пойдем поразвлекаемся мне больше вопрос не франция здесь никак не задействована здесь мы тоже прорываем хорошо посмотрите про сколько войск в котлах уничтожены мне и даже немножко жалко но у них нет выбора они будут страдать в итоге нравится как нидерланды обороняются просто никак все нидерланды в больше нет это наша территория теперь а вот и началось весельем британцы тоже решили войти против нас войну совсем не радостная новость потому что они сейчас объединятся чехословакии которая будет держаться благодаря этому ох ну ладно погнали тогда просто все это добро добивать уже раз такое дело пока не не успели объединиться надеюсь мы успеем до этого момента нет чехословакия уже в альянс вошла к сожалению британцы нам здесь немножко подгадили всю ситуацию да бельгия тоже ладно ничего не поделаешь придется еще и с британцами разобраться октябрь 39 чехословакия здесь неплохо себя еще щит у нее пока бонусы есть но уже чуть-чуть осталось до капитуляции сейчас заберем здесь последние территории будет победа и по поводу проборки в британию сотни кораблей примерно то есть придется сейчас немножко с ее флотом повоевать сможем высадиться благо вклад у нас неплохой так что италия все забрать не должна сейчас я уничтожу всех их войска сколько же вклада мне за это дадут жесть ух 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 потери потери уже 65 процентов вклады между прочим чисто благодаря потерям которые мы наносим но чехословакия держится достойно дольше всех хотя ее дни закончились в ноябре 1939 года ура мы одержали небольшую победу теперь надо подумать что делать британцами дабы высадиться к ним и окончательно принести здесь победу кстати подождите чехословакия не в альянсе она же в альянсе а она вступила в альянс ладно все хорошо обыграть мы это никак не смогли советы предлагают пакта не нападение ну давай я не против целом то мы как раз с ними договор сейчас заключаем и торговля ну и получается мы примерно такая же германия из-за того что чехословакия так заступилась на бенелюкс не дали разыграть и теперь надо пробиваться через ла манш в британию высадка готовится через время сможем высадиться по крайней мере я на это надеюсь а ну да так тоже можно польша вступила в союзники ну 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 ладно давайте повеселимся с польши еще мне же не хватало здесь веселья теперь да здравствует великая польша погнали к ней в гости надеюсь и успе войска привести до того как она решит вступиться в эту битву вроде как успел даже кстати вопрос будет ли она вступаться в итоге так ну что январь 1940 года я думаю самое время откроем себе здесь продвижение переведем свой флот ну и давайте действовать начнем на поддержку морского вторжения нам не хватает с вами пять процентов значит пока временно подожди отменим это делом сейчас сведем туда всю нашу авиацию и с помощью нее постараемся взять преимущество вот так вот берем и теперь флот отправляем все преимущество есть погнал десяточка сразу же другая армия у нас тут есть на поддержке сразу еще 12 дивизий давайте отправим наша цель сейчас просто выбить отсюда британцев кстати под увром свободно ну и все это высадка мы смогли это сделать сейчас единственное что нам надо во все стороны сразу же начать атаку чисто для того чтобы противник не смог нас здесь задержать прекрасная новость смотрите-ка лондон уже под нашим контролем присылаем час еще армию и это будет победа жалко конечно что они с италии воюют часть земель итальянцы заберут ну и конечно же меня радует так какая здесь свобода все-таки как-никак британцы очень плохо обороняют свои родные территории это естественно идет нам в плюс все это капитуляция почти 3000 у нас это еще 100 у итальянцев нам надо чехословакия однозначно забирать бельгию и надеюсь что сможем основные территории британии забрать но итальянец пускай забирает колонии я не против а вот и мирная конференция 16 февраля 1940 года у нас с вами вассальная британия канада забрали чехословакию бельгию получили полностью британскую индию здесь территории кстати по захватывали очень много колоний здесь колонии тоже получили целом живем и единственный вопрос что это вот такое вот а это противоположная страна которая без стран то есть у нас страны распадаются которые садятся на не те ресурсы вот это интересно я просто до этого это не заметил но у нас часть стран здесь просто отсутствует надеюсь до нас это не доберется зараза но в общем то мы с вами победили неплохая на самом деле новость забрали много территорий сделали их всех своими вассалами марионетками обычными ну и теперь давай двигаться дальше давить на словению на швейцарию и потом на францию с италией дабы полностью восстановить священную римскую империю получаем давление на словению отлично два новых региона следом давайте-ка надавим на швейцарию а хотя подожди надавим ее просто захватываем это не самый лучший расклад потому что не бороться не очень приятно но выбора нет давайте захватим еще и швейцарию а захват швейцария получен давайте сразу же нападаем у нас тут есть авиация поэтому проблем никаких нам прорыв не доставит как видите прорываемся и постепенненько продвигаемся вглубь но швейцария конечно скажу вам достойно держится пытается но скоро пойдет меня больше радует греция которая напала на албанию и в итоге как бы вроде все с албанией перемирия но с италией это греция не замирилась но это кстати плюс мы напав на италию заодно и грецию сможем себе забрать здесь почти завершаем и я думаю самое время начать давить на французов попросим у них эльзас и лотарингио остается один день ну и что нам ответит франция она отказывается ну как бы французы вы вы сами молодцы вы подписали себе просто приговор я не против еще и италия через 70 дней ну давай мы готовы с итальянцами схлестнуться сила есть так что погнали не знаю на что на самом деле французы здесь надеялись учетом того что у них до сих пор дебаф кстати висит на лимит капитуляции поэтому мы сейчас здесь спокойненько их заберем давайте вперед ко всем победным территориям французов разорвем не вот вопрос их польша к себе возьмет или же нет все падение парижа и остается меньше процента давайте какую-нибудь победную территорию несколько обычных провинций все французы наши у нас корки есть только здесь вот на эльзас и лотарингио вернут эту территорию тоже заберем хотя даже не знаю мы можем себе позволить на самом-то деле все и раз уж мы строим великую империю то почему бы и не сделать вот так вот заберем все под себя я не вижу смысла доверять французам поэтому все станет нашим ура священная римская империя единые земли много территории много колоний за 14 дней франция капнула вот он пехотный блицкрик ну что ж италия твое время тоже пришло погнали жалко что она до сих пор не разобралась греции но ничего не поделаешь придется нам спасти грецию о венгрия просит нас земли и мы можем сказать нет и возможность получить захвата венгрия ну как бы тогда давай а чё отказываться на быстром перемещениях к фронту и все прекрасно ну нападай венгрии если хочешь я готов тебя принять и да она напала серьезно а что тобой двигала венгрия в этот момент ты реально думала что сможешь меня одолеть да самонадеянно особенно учитывая что даже итальянцы уже почти пали им тут австралия помогает но шансов нет мы в итоге так всю европу сейчас постепенненько покрасим и бенита муссолини уже пал не прошло и много времени ну не очень радостно что здесь италия восстала потому что мне сицилия нужна для фокуса ладно ничего не поделаешь а очередной мир готов 4 апреля 41 и нет мы не будем ничего передавать нашей италии я наоборот хотел бы у нее забрать землю но придется ее теперь вассалить по нормальному дело здесь в том что мы можем выделить а мы можем все равно выделить отлично на 2 земля нашим орденам без разницы если они находятся даже под вассалами можем это сделать прекрасно просто мы сейчас будем делать сами крестоносцев госпиталеров юрусалим и тевтонцев развивать их а потом просто объявим о великой армии крестоносцев давайте все это сейчас пропишем июль 41 японцы решили на нас напасть ладно у меня теперь есть интересный план распустить свой альянс вступить в альянс с китаем начал звучит как план давайте пожалуй его и выполним распускаем свой альянс конечно жалко болгария из него выйдет но я не думаю что это такая уж и большая проблема хотя подожди я не могу ее выкинуть эх жалко придется сейчас вести войска и думать что делать с японцами ну ладно эта новость не помешает мы все равно коронуем себя наконец таки у нас полнейшие бонусы тот самый неприятный дебаф исчез мы теперь реально священная римская империя которая получила немало новых национальных территорий можем этому возрадоваться кстати я правильно забрал земли они все стали нам национальными не зря я забрал здесь территорию хорошо при том даже следующие земли тоже нам национальные все-таки надо было побольше у италия забирать но она сама там решила себе землю приобрет ладно не страшно давайте теперь на выделяем вассалов посмотрим как они будут выглядеть хотя честно говоря на смысл здесь дать давайте я просто вам как красивый финал покажу выделенных вассалов все равно не собираюсь красить мир весь мод мы уже заценили нам остается только посмотреть на то как эти вассалы будут выглядеть так что давайте посмотрим святой орден иерусалима посмотрите-ка сюда великий командующий древа у него своего уникального нет дальше у нас с вами здесь темплиеры тоже древа своего нет это наш вассал ну и госпитальеры народы си на кипре заседающие тоже наши вассалы мы им еще и даровали промку вне карты фокусом по несколько военных заводов и фабрик ну и финальный бонус армия крестоносцев посмотрите сюда больше бонуса на организацию атаку и защиту просто дивизий честно говоря какая-то имба выросла я особо не торопился не старался прям на захват эти но все равно в августе 41 мы владеем самыми большей частью мира вдарить по америке не проблема вдарить по японцам тоже не проблема все это можно реализовать а вот это видите видимо что-то написано не очень правильно в разбитии территории но почему-то вместо вот этого от региона скорее всего который должен был отходить как раз иерусалиму отошла территория мексиканцев интересный у нас тут залет в америку а я не против мой орден иерусалима теперь между мексикой и соединенными штатами но это повод повод потом залететь туда в общем неплохой путь вполне себе интересный получаем кучу территорий претензий немало противостояний самое прикольное противостояние как по мне это с чехословакии когда она получает такое восстание куча дивизий от хоть какой-то интерес ну а дальше стандартный немец который очень сильные против которого мало что кто может сделать я не знаю кстати что это за восстание может быть кто знаком с модом а пишет мне а то как-то интересно что южная америку уничтожена здесь земли уничтожены выглядит это весело в общем такой вот мод ссылку на него вы найдете в описании если вам ролик понравился то поддержите своими лайками и комментами а я надолго не прощаюсь до скорых встреч новых видео